15 объектов включены в программу реставрации в рамках празднования тысячестолетия Крещения Алани. Некоторые из них находятся в горных районах. Например, Зрукский храм расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря и является едва ли не самым высокогорным в России. За процессом реставрации следит и Минстрой Республики. Сабина Гатагова продолжит тему. Так будет выглядеть церковь Святого Георгия Победоносца в селе Никисатикал. Здесь древний средневековый фундамент. Работа тонкая и кропотливая, этап за этапом. А во время реставрации стало известно, перестраивался храм не раз. Окна и алтарь, кладки совсем другого времени, говорит подрядчик. Поэтому к реставрации подходят ответственно. Главный принцип – не менять первоначальный вид. Заканчиваем удаление грунта, заканчиваем зачеканку швов снаружи на фасаде. Буквально, наверное, через трое-четверо суток будем инъектировать. Закончили внешний объем лесов. Вот сейчас, видите, грунт убрали. Затем, чтобы работы выполняли качественно и в срок, следят в Министерстве строительства и архитектуры Республики. Константин Маргоев лично побывал на месте. Есть доступ к фундаменту и цоколь. Если вы видите, уровень грунта был. Но здесь самый низкий уровень грунта. С этой стороны там немного выше. Это у нас фундаментная подушка, скажем так, выложена. Да, она интересно выложена. Значит, посмотрите, отмостка, вот эти вот камни, она защемлена под фундамент. Если в церкви святого Георгия Победоносца сохраняют первоначальный облик, то в Зрукском храме это уже невозможно. Объект практически не сохранился, поэтому воссоздают его по современным технологиям. При этом остаток исторической части не тронут. Человек должен приехать сюда в Зрук и увидеть, что вот он старый объем исторический, вот он воссозданный в рамках празднования тысячестолетия Крещения Лании. Безусловно, мы прислушались к словам министра, который порекомендовал нам усилить, в частности, каменщиков. Это действительно сложный, кропотливый процесс. Объект трехгодичный. Впервые провели работы по насыпи, где строят утраченную часть. В прошлом году полностью уложили фундамент. До конца этого проект должны завершить. Действительно, предстоит еще немаленький объем работ. Ребята уже практически подошли под свод. Нужно будет еще выполнить работы по устройству монолитного пояса и приступить к не менее трудоемкой части этого объекта, к монолитному своду. Здесь работы значительно отстают от сроков. Причины – погодные условия. Храм расположен в одном из самых труднодоступных ущелий Северной Осетии. Попасть сюда можно только летом. Но проливные дожди и ветер здесь не редкость. Конечно, я не очень доволен. Недоволен потому, что хотелось бы увидеть больше объем произведенных работ. Но, к сожалению, понимая, в каких мы сложных горных условиях находимся, даже сейчас мы с вами попали под какой-то проливной дождь. Это, конечно, сказывается на ходе производства работ. Здесь старт работ значительно позже, чем на равнинной части Северной Осетии. И, соответственно, завершение строительного сезона значительно раньше. Реставрация церквей проходит в рамках подготовки к празднованию тысячестолетия крещения Алани. Всего в программу включены 15 объектов культурного наследия. Сабина Гатагова, Лана Бзекова. Новости Осетии.